как-то в одном из своих видео уже говорил я что основная задача садовода получить с минимальной площади сада максимум урожая и предлагал в частности для фундука фундукового сада уплотненную посадку вот она перед вами сейчас мы так гуляя подойдем в уплотненных посадках урожайность выше каждый год показываю какой был урожай наблюдая жизнь деревьев и пустарников в лесу заметил что даже относительно светлолюбивые породы такие как яблоня и груша для них частичное и даже полное затемнение для груши не вредны было видео не влияет эта затененность на урожай бояться нечего чем гуще и тем лучше а фундуку как подлесной культуре как говорится видите еще остатки урожая лежат так вот фундуку как подлесной культуре как говорится сам бог велел потесниться ну и вторым действенным фактором увеличения урожайности должен быть подбор сортов высокоурожаями и внутри этих сортов считаю нужен отбор сплакучий крона вот обратите внимание куст и в разные стороны ходят ветви принимая такую плакучую форму вот почему считается плакучая форма идеальная немного теории о плакучей форме по никлую плакучую крону можно видеть в дикой природе у свободно растущих деревьев у ивы черемухи других из культурных растений вишня слива персик яблоки фудук кизил но не у всех сортов отдельные склонны к плакучести а другие нет и в чем преимущество вот такой плакучей кроны они общеизвестны и подтверждены практикой отличается повышенной урожайностью отсутствием периодичности плодоношения в данном случае орехоношения ранним вступлением в продуктивный период вот поэтому в садоводстве да удобны в уходе они вот поэтому в садоводстве применяются разные приемы чтобы перевести крону в плакучую форму увеличить угол отхождения приемы такие подвязываются ветви к ниже лежащим ближе к основанию к стволу к забитым кольям можно просто кирпич взять и навесить прививки используют постараюсь снять несколько видео о плакучих кронах на разных породах на яблонях, грушах, кизеле с тем чтобы показать что действительно вот форма кроны она влияет положительно вот фундуку в трапезунду такие сложности как там пригибание, прибивание, навязывание грузов не нужны гены плакучести присутствуют и вот я считаю что своими высокими урожаями трапезунду он обязан именно плакучести вот это его будем говорить природное состояние куст плакучей формы вот смотрим вот слева у нас юг солнце светит наклонен он туда а на север еще больше по моему наклонен в общем не к свету он клонится а в силу своего такого свойства вот сосед посадил орешек трапезунда и вот смотрите какой ствол вырос у этого куста то есть ген плакучести как бы утерялся и хочу я вам для сравнения показать вот слева это там где ген утеряно а справа это трапезунд есть вот отличие большое и в урожайности и вот эти прямостоячие стволы у лещины они известны и применяются как удилища как держаки вот из трапезунда удилища и держак не сделается таким образом загущенный сад с набором высоко урожайных сортов плакучей формы путь в будущее закрыть землю сплошным сплошным зеленым ковром спасти от глобального потепления единственный быстрый и правильный путь всего вам хорошего урожай урожай урожай